Скорее, сестра! Принесите мне вагину! Дорогие друзья, с вами Art Patrol, я Юра Мельченко. По Мельченко-Беларе сегодня пройдет удивительный спектакль «Поналоги вагины». К нам должно пойти очень много интересных, талантливых и знаменитых людей. Лет 10 назад я в некоторых сектах не принимал участие в первой постановке в России в ТПС. Идет на благотворительность, что затрагиваются такие очень важные вопросы. Получать на выступление, что вместе приводят очевидное впечатление. Дорогие друзья, с вами Art Patrol, я Юра Мельченко. По Мельченко-Беларе сегодня пройдет удивительный спектакль «Монологи вагины». И деньги, собранные с этого спектакля, идут в те самые фонды, которые помогают этим девушкам и детям. Закрытый показ. К нам должно пойти очень много интересных, талантливых и знаменитых людей, с которыми мы обязательно пообщаемся. И самое главное, «Монологи вагины» сегодня вечером проходит в рамках выставки Алены Федоткиной. Алена очень живая, крутая, вам будет очень интересно с ней познакомиться. Алена Федоткина, молодой, успешный, современный художник. Мы задумали этот проект «Видей», который меня вдохновил на первую работу, после которой я начала делать всю выставку, это было «Левку». Как раз работа называется «Монологи вагиной», собственно, вдохновила меня эта пьеса, которую мы ставим, вот, и понеслась. Я благодарна всем, кто вообще как-то откликнулся на наши просьбы, и, ну, это правда волшебство. Выставка Алены Федоткиной продлится до 11 марта. Успейте прийти в галерею и насладиться этой выставкой. Мы пришли в главный зал Амельчин при Галере. Как видите, гости уже во все собрались, и все готово к началу спектакля. Все знают этого человека, это Андрей Шевченко. Это главный герой моего прошлого выпуска, мы были в его мастерской. Как круто быть нами. Основатель Амельчинка Белори. Как же я могу не радоваться, когда столько красивых девушек. Радят, радят. Самые популярные вайзеры в Москве, в России, наконец-то, дошли до Амельчинка Белори. И я даже не рад. Бро, вот ты готов. А, Юр, тебя, по-моему, всю жизнь улетает. Да. А вот режиссер. Сюрки, сюрпризы, лидия. Сюрки, сюрпризы, лидия, которая... Благодаря которой сегодня пять невероятных актрис. Так приятно быть между режиссером и основателем галереи. Пожалуйте на B-Day, на пьесу Минологи Вагины. Большая просьба во время спектакля отмечить свои мобильные телефоны и стараться не ходить, потому что нас очень скрипит плохо. Сегодня на наш прекрасный вечер пришел Александр Иванович. Популярный российский писатель. Вот расскажи, пожалуйста, вообще понравилось тебе пространство и самая главная пьеса. Да, на самом деле, когда Лида сказала о том, что она собирается поставить пьесу, я очень удивился некому вот такому пересечению. Лет 10 назад я в некоторой степени принимал участие в первой постановке в России этой пьесы. Серьезно? Ее тогда ставили в том месте, в котором... То есть, слово говоря, я был на твоем месте. Я работал в казино, в зале которого решили поставить эту пьесу. То есть я также задал вопрос, как вам в нашем пространстве... Я помню от наших сотрудников, которые слышали репетиции «Пизда-пизда». Я не понимаю, что происходит. Нет, это прекрасная пьеса. Особенно нужно, мне кажется, сегодня в России в том числе, потому что мы в некоторой степени уходим в какой-то обратный патриархат. И о патриархатах всегда так или иначе нарушение правжения. Мне не нравится то, что происходит в Америке с точки зрения избыточного такого охоты на ведьм за условный харассмат, реально за условный. Но то, что надо происходить на нашей стране с нарушением правжения, конечно, тоже не допустимо. Очень хорошая постановка. Я очень рад такому большому высокому уровню профессионализма и прекрасному пространству. Мне кажется, это хорошо, что спектакли выходят в такие пространства. Мы всегда будем очень рады. Зовите, ребят, я, если что-то интересное, всегда приду. Очень приятно. Спасибо большое, что такую вещь спродюсировали. Спасибо, что ты сказал. Спасибо. Прислушаемся к самому слову «вагина». Звучит в лучшем случае как название какой-нибудь инфекции или медицинского инструмента. Скорее, сестра, принесите мне вагину. Вагина, вагина. Сколько ни повторяй, благозвучнее не становится. Самые красивые близняшки, которых я знаю лично. Менеджеры супер крупной компании. Спектакли потрясающие. На последнем монологе у меня были мурашки. Мурашки поднимались снизу вверх. Это что-то невероятное. Эмоций много, разнообразные, разнообразные эти истории девушек, девочек, женщин. Они прекрасны. Важно, что поднимаются такие вопросы, о которых не принято говорить. Но они действительно важны и очень круто, очень круто, когда так искренне и откровенно говорят о повседневных вещах, о том, что мы действительно чувствуем. Во многих историях видишь себя и очень круто, что кто-то похожими словами говорит про то, что для себя тоже важно. Очень классная постановка. Да, только добавлю, что уровень откровенности, он зашкаливает. Действительно, спектакль 18+. Да, это правда. Все, теперь все мои мечты будут. Ныне пришел конец моим фантазиям. Огромным длиной жизни фантазиям, что кто-то сделает это за меня. Придет. И направит. И увлечет. И доведет таки. До оргазма. Наталья Анисимова, профессиональная актриса. Муж ее, достаточно известный режиссер. Мне захотело пойти, короче, поучаствовать в кастинге, потому что меня эта тема испугала. То есть я смотрю, выложили, вот проходит кастинг. Я думаю, блин, вот интересно, про что это произведение, и я этого уже боюсь. И это и стало мотивацией. То, что раз я этого боюсь, значит, это будет интересно, мне попробовать и интересно согласиться. До этого ты уже была знакома с этой пьесой, соответственно? Нет, я не была знакома. Нет, мне только прочитали один монолог, и мне уже стало как бы немножко стеснительно. Но в актерской профессии всегда хочется чему-то удивляться. И эта пьеса меня очень удивила, и она меня очень порадовала. И мне было ей больно во время играть ее. И я вот во время испытателя несколько раз, все время чуть не плачу. Да, я прям в нескольких моментах все время чуть не плачу. Да, конечно. Я прочувствовала, потому что у меня есть вагина. Я занималась любовью с трикуньями, и они находили в себе более глубокий, более низкий, пробирающий душу стон. Добиться нужного ритма, найти отправную точку стона. Это, друзья мои, посложнее хирургической операцией, точнейшая, тончащая наука. Два с половиной года нашей галереи, Амельченко галереи, и два с половиной года Юра не мог до сюда дойти. Но на монолог вагины тебе пропустил. Слушай, ну это очень круто. Вот оно что нужно было, чтобы заманить ее разумею. Песня тебе понравилась? Мне очень понравилось, мне понравилось, что это идет сегодня. Это очень четко, точно, это затрагивает важные моменты. У меня были мурашки в какой-то момент. Очень классная пьеса, и очень важно, что ее поставили. Я прям видел, ты там хлопал прям больше всех. Не, реально круто, молодцы, и очень здорово. Ну, насколько я знаю, что это идет на благотворительность, и что затрагиваются такие очень важные вопросы. И вот я общался с другими девчонками, которые были, я говорю, ну как вам понравилось? Сань, это было настолько откровенно, что я чуть не заплакал в конце. Что было сил навстречу и усилием, и муж торжественно отсчитывал. Раз, два, три. И говорил, чтоб тужилось сильней. Потом мы все, как завороженные, смотрели. Мы забываем о богине, иначе никак не объяснишь того, что мы ее не цели. Я была там, когда врач полез туда ложками из книги Алиса Зазеркаль, и все еще там, когда ее богина превратилась в огромный, развездный, оберный рот, поющий, что есть очень. Сначала крошечная головка, потом серая, трепещущая ручка. Мария просто Мадонна. И огромное количество детей, которым Мария помогает. Очень трогательный спектакль. И очень сильное впечатление. Очень сильное. И актриса великолепная. И очень искренне. Очень, очень необычная, трудная тема. Я понимаю, что для многих она может быть шокирующей. Я уверена, что есть аудитория. Сегодня мы в этом убедились. И замечательная выставка. Вместе производят очень сильное впечатление. Это молодой человек, который меня отверг самым таким холодным способом, которым только можно. А теперь, шутки с шутками, теперь по делу. Скажи мне, пожалуйста, что тебя вдохновило на постановку этой пьесы? Еще раз представлю. Лидия Русакова, режиссер. Лидия Русакова, режиссер и постановщик пьесы «Монологи Вагины». Это прекрасная пьеса, очень хорошая. И именно в литературном смысле. Хотелось ее донести до нашей аудитории, русско-московской, да? В таком плане, чтобы она отсюда была органично, не вызвала никаких эмоций очень сильных противотачивых. Потому что действительно пьеса построена на интервью, живых людей, живых женщин. И ее, на мой взгляд, важно слушать как мужчинам, так и девушкам молодым, и немолодым. И всякие. Потому что это действительно откровение, которое тебя освобождает. Вы довольны своими актрисами? Мои актрисы, я просто скажу это в камеру, потому что мои актрисы просто прекрасные. Они действительно потрясающие. И они сделали более чем... Ну просто они меня поразили в самом сердце. Они безумные, молодцы. И так искренние. И они большие профессионалы. Главное, что они прочувствовали информацию. Они все не верили в то, что они говорили. Это, пожалуй, так. Самое важное. Они были красивыми. В общем, твоя задумка, все удалось. Да. На 100%. Кроме того, что Юра стоял и смотрел все легко. Вот то, что Дарья, я стоял, это не удалось, потому что я хотел сидеть. Так и шло полтора часа. У нас был аншлаг. Спасибо, тебя все благодарят. Спасибо, Юля. Окей. Есть стон клитеральный. Есть стон вагинальный. Есть смешанок литерально-вагинальный. Есть стон на подходе. Есть стон в десятку. Идящный стон. Стон грейселик. Англосаксонский стон. Еврейский стон. Ой, так это. Афроамериканский стон. Ой, yeah. Бэй-би. Стон ирландской католички. А также есть собачий стон. Стон раскованной энтузиастки-бисексуалки. Пулеметный стон. Стон истрадавшийся дзен-буддийский. Оперный стон. Студенческий стон. И, наконец, стон внезапного тройного оргазма. Я занимаюсь сексуальным образованием, освещением. Афроамериканский стон. И это очень важно. Мне пригласить слово «Вагина». И поэтому я в полном восторге. Это замечательная постановка. В каких-то моментах я плакала. В каких-то моментах я сумеялась. Но это очень глубоко, когда ты чувствуешь, что если, в принципе, ты не любишь свой Вагина, то ты любишь себя. Как можно найти твой канал? Ну, просто в этом направлении просвещаться можно всю жизнь. Инстаграмм, машинка. Спасибо. Давай, пять. Да, я. Одна француженка, которая пришла на одну из выставок в нашу галерею, художник, она пришла и сказала, что галерея у вас хорошая. Он говорит, ну, туалет – это просто пушик монтаж. Делать деньги – это искусство. Работать – это искусство. А хороший бизнес – это самое главное и крутое искусство. Как я вам делал, друзья? Я жаждала принадлежности к чему-то. Я жаждала пахнуть, как моя мама. Ее сладкий аромат поселился. В моих волосах, на моей коже, в моих руках. Я жаждала будет красивым. Красивым. Я думаю, что это будет такой новопрофессиональный спектакль. Но могу точно сказать, что это профессиональная постановка. Это мы, это жизнь, это прекрасно. Спасибо. 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 Я считаю, что на монолог Вагели нельзя идти без своих пацанов. Это группа «Онтайтл» и мои друзья. На самом деле, можно пролет камеры. Этот человек писал кучу битов для этого мероприятия. Она помогла, один лондонский музыкант, чтобы пьеса вся прошла чудеса. Поколение вместе объединились, чтобы понять позицию вагин. Мне кажется, у меня должна быть пьеса про мужские органы. Я представляю. Выходит пять мужиков, выходит пять мужиков. И два часа говорят «Уй, уй, пи, 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 пи». Спасибо всем, кто пришел. Я обожаю тебя. О, там наливают. С нами нет главного. Но главный организатор, моя дорогая сестра. Настя Амельченко. Настя Амельченко. Спасибо. В Амельченко галлери. И ваш Юрий Амельченко. Проговаривайся. Людей, извините. Да, это моя сестра. И да, мы сидим с ней вместе и даже не цапаемся, а я беру у нее интервью. Заметьте, Настя с вином, шампанским, а я без. Это говорит о том, что она пьющая вина. Я женщина. И для меня очень важно, чтобы о каких-то больших глобальных проблемах говорили. Самое главное, что мы хотели сказать этим проектам, на то, что в России, к сожалению, эта проблема есть. Она очень явная. Ее решают, но недостаточно. Часто женщин обязывают к чему-то. Например, рожать. Почему женщина должна рожать, потому что она не готова рожать. У нас есть циклы, как вы видели. Там 26 картинок графических. Каждый из которых, например, когда я занималась спортом. Когда ты занималась спортом? А когда ты занималась спортом? Позавчера. Серьезно? Да. Абонентка-то училась? Мы хотим быть не только талантливыми, мы хотим быть красивыми, стройными и счастливыми. Так, по-русски, это очень круто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok